Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Браслев-Бружковский Глава 12. Краткое содержание. Мой отъезд на юг, жизнерадостная дама, западный берег, течение, Маука, Крильон, Анива, Корсаковский пост, Новые знакомства, Норд-Ост, климат Южного Сахалина, Корсаковская тюрьма, пожарный обоз. 10 сентября я уже опять был на знакомом читателю Байкале, чтобы на этот раз плыть в Южный Сахалин. Уезжал я с большим удовольствием, так как север мне уже наскучил и хотелось новых впечатлений. Байкал снялся с якоря в десятом часу вечера. Было очень темно. Я стоял один на корме и, глядя назад, прощался с этим мрачным мерком, оберегаемым с моря тремя братьями, которые теперь едва обозначались в воздухе и были похожи в потьмах на трех черных монахов. Несмотря на шум парохода, мне было слышно, как волны бились об эти рифы. Но вот Жанкер и братья остались далеко назади и исчезли в потьмах навсегда до меня. Шум бьющихся волн, в котором слышалась бессильная злобная тоска, мало-помалу затих. Проплыли верст восемь, и на берегу заблестели огни. Это была страшная воеводская тюрьма, а еще немного показались огни дуя. Но скоро и это все исчезло, и остались лишь потемки, да жуткое чувство точно после дурного, зловещего сна. Спустившись потом вниз, я застал там веселое общество. Кроме командира и его помощников, в кают-компании находилось еще несколько пассажиров. Молодой японец, дама, интендантский чиновник и иеромонах Ираклий, сахалинский миссионер, ехавший следом за мною на юг, чтобы оттуда вместе отправиться в Россию. Наша спутница, жена моряка-офицера, бежала из Владивостока, испугавшись холеры, и теперь, немного успокоившись, возвращалась назад. У нее был завидный характер. Достаточно было самого пустого повода, чтобы она закатилась самым искренним, жизнерадостным смехом до упада, до слез. Начнет рассказывать что-нибудь картаве, и вдруг хохот, веселость бьет фонтаном. А глядя на даму, начинаю смеяться, и я, за мною отец Ираклий, потом японец. Ну, говорит в конце концов командир, махнув рукой, и тоже заражается смехом. Вероятно, никогда в другое время в татарском проливе обыкновенно сердитом не хохотали так много. На другой день утром на палубе сошлись для беседы и романах, дама, японец и я. И опять смех, и не доставало только, чтобы киты, высунув морды из воды, стали хохотать, глядя на нас. И как нарочно, погода была теплая, тихая, веселая. Слева близко зеленел Сахалин, именно та его пустынная девственная часть, которая еще не коснулась каторга. Справа в ясном, совершенно прозрачном воздухе еле-еле мерещился татарский берег. Здесь, уже пролив более похож на море, и вода не так мутна, как около дуэ. Здесь просторнее и легче дышится. По своему географическому положению нижняя треть Сахалина соответствует Франции. И если бы не холодные течения, то мы владели бы прелестным краем и жили бы в нем теперь, конечно, не одни только шкандыбы и безбожные. Холодные течения, идущие от северных островов, где даже в конце лета бывает ледоход, омывают Сахалин с обеих сторон. Причем восточному берегу, как более открытому течениям и холодным ветрам, приходится принимать наибольшую долю страданий. Природа его безусловно суровая, и флора его носит настоящий полярный характер. Западный же берег много счастливее. Здесь влияние холодного течения смягчается теплым японским течением, известным под названием Куро-Сиво. Не подлежит сомнению, что чем южнее, тем теплее. И на южной части западного берега наблюдается сравнительно богатая флора. Но все-таки, увы, до Франции или Японии далеко. Кто-то предлагал проект в самом узком месте пролива устроить плотину, которая задерживала бы на пути холодное течение. Этот проект находит в себе естественное историческое оправдание. Известно, что когда существовал перешейк, то климат Сахалина отличался мягкостью. Но осуществление его едва ли принесло бы теперь какую-нибудь пользу. Флора южной части западного берега, пожалуй, обогатилась бы десятком новых видов. Но климат всей нижней части острова едва ли изменился бы к лучшему. Ведь вся южная часть лежит близко к Охотскому морю, в котором льдины и даже ледяные поля плавают среди лета. И нынешний Корсаковский округ в главной своей части отделен от этого моря лишь невысоким хребтом, за которым вплоть до моря идет низменность, покрытая озерами и доступная холодным ветрам. Интересно, что в то время, как сахалинские колонизаторы вот уже 35 лет сеют пшеницу на тундре и проводят хорошие дороги к таким местам, где могут прозябать одни только низшие моллюски, самая теплая часть острова, а именно южная часть западного побережья, остаются в совершенном пренебрежении. С парохода видны в бинокль и простым глазом хороший строевой лес и береговые скаты, покрытые ярко-зеленую и должно быть сочной травой, но ни жилья, ни одной живой души. Впрочем, раз, это было на вторые сутки нашего плавания, командир обратил мое внимание на небольшую группу изб и сарайных построек и сказал, это Маука. Тут, в Мауке, издавна производится добыча морской капусты, которую очень охотно покупают китайцы. И так как дело поставлено серьезно и уже дало хороший заработок многим русским и иностранцам, то это место очень популярно на Сахалине. Находится оно на 400 верст южнее Дуэ, на широте 47 градуса и отличается сравнительно хорошим климатом. Когда-то промысел находился в руках японцев. При Митсуле в Мауке было более 30 японских зданий, в которых постоянно жило 40 душ обоего пола. А весною приезжало сюда из Японии еще около 300 человек, работавших вместе с айносами, которые тогда составляли тут главную рабочую силу. Теперь же капустным промыслом владеет русский купец Семенов, сын которого постоянно живет в Мауке. Делом заведует шотландец Демби, уже немолодой и, по-видимому, знающий человек. Он имеет собственный дом в Нагасаке, в Японии. И когда я, познакомившись с ним, сказал ему, что, вероятно, буду осенью в Японии, то он любезно предложил мне остановиться у него в доме. У Семенова работают манзы, корейцы и русские. Наши поселенцы стали ходить сюда на заработки лишь с 1886 года и, вероятно, по собственному почину, так как смотрители тюрем всегда больше интересовались кислой капустой, чем морскую. Первые попытки были не совсем удачны. Русские мало были знакомы с чисто технической стороной дела. Теперь же они попривыкли, и хотя Демби не так доволен ими, как китайцами, но все-таки уже можно серьезно рассчитывать, что со временем будут находить себе здесь кусок хлеба сотни поселенцев. Маука причислена к Корсаковскому округу. В настоящее время здесь живут на поселении 38 душ. Тридцать трое мужчин и пять женщин. Все тридцать трое ведут хозяйство. Из них трое уже имеют крестьянское звание. Женщины же все каторжные и живут в качестве сожительниц. Детей нет, церкви нет. Искока должно быть страшное, особенно зимою, когда уходят с промыслов рабочие. Здешнее гражданское начальство состоит из одного лишь надзирателя, а военное – из ефрейтора и трех рядовых. В Мауке Семенов держит лавку, которая летом торгует очень недурно. Цены на съестные припасы высокие, так что поселенцы оставляют здесь половину своего заработка. В рапорте командира Клипера «Всадник», относящимся к 1870 году, сказано, что Клиппер имеет в виду, подойдя к местечку Мауке, высадить там 10 человек-солдат с тем, чтобы они приготовили место под огороды, так как в продолжении лета в этом месте предполагалось основать новый пост. Замечу, кстати, что это было время, когда по западному побережью между русскими и японцами происходили маленькие недоразумения. Я еще нашел также корреспонденцию в Кронштадтском вестнике 1880 года, номере 112. Остров Сахалин. Несколько интересных сведений относительно Маука Коува. Тут идет речь о том, что Маука есть главное местопребывание компании, получившей от русского правительства право в течение 10 лет собирать морские водоросли, и что население его состоит из трех европейцев, семи русских солдат и 700 рабочих корейцев, айно и китайцев. Что капустный промысел выгоден и расширяется, видно из того, что господа Семенов и Демби уже находят себе подражателей. Некий Бирич, поселенец, бывший учителем и приказчиком у Семенова, взявший взаимоденег, построил все необходимое для промысла близ Кусунная и стал приглашать к себе поселенцев. Работает у него теперь около 30 человек. Дело ведется неофициально, нет тут даже надзирателя. Пост Кусунай, давно уже заброшенный, находится в верст на 100 севернее Мауки, у устья реки Кусунная, которая когда-то считалась границей между русскими и японскими владениями на Сахалине. Сравнение Сахалина со стерлядью особенно годится для его южной части, которая в самом деле похожа на рыбий хвост. Левая лопасть хвоста называется мысом Крильон, правая – мысом Анивским, а полукруглый залив между ними – Анивой. Крильон, около которого пароход делает крутой поворот к северо-востоку, при солнечном освещении представляет из себя довольно привлекательное местечко, и стоящий на нем одиноко красный маяк, похож на барскую дачу. Это большой мыс, покатый к морю, зеленый и гладкий, как хороший заливной луг. Поле далеко кругом покрыто бархатной травой, и в сентиментальном пейзаже не достает только стадо, которое бродило бы в холодке у края леса. Но говорят, что травы здесь неважные, и сельскохозяйственная культура едва ли возможна, так как Крильон большую часть лета бывает окутан солеными морскими туманами, которые действуют на растительность губительным образом. Немного севернее Крильона я видел камни, на которые несколько лет назад наткнулся и сел пароход Кострома, обманутый этими туманами. Александр Викторович Щербак, доктор, сопровождавший на Костроме каторжных, во время крушения пускал сигнальные ракеты. Он рассказывал мне потом, что в ту пору ему пришлось пережить нравственно три долгих фазиса. Первый, самый долгий и мучительный – уверенность в неминуемой гибели. Каторжниками овладела паника, и они выли. Детей и женщин пришлось отправить в шлюпки под командой офицера по тому направлению, где предполагался берег, и шлюпка скоро исчезла в тумане. Второй фазис – некоторая надежда на спасение. С Крильонского маяка донесся пушечный выстрел, извещавший, что женщины и дети достигли берега в благополучном. Третий – полная уверенность в спасении, когда в туманном воздухе вдруг раздались звуки корнета пистона, на котором играл возвращавшийся офицер. В 1885 году в октябре беглые каторжники напали на Крильонский маяк, разграбили все имущество и убили матроса, бросив его со скалы в пропасть. Мы обогнули Крильон и вошли в залив Аниву 12 сентября перед полуднем. Виден весь берег от одного мыса до другого, хотя залив имеет в диаметре около 80-90 верст. Берег Анивы был впервые исследован и описан русским офицером Николаем Васильевичем Рудановским, одним из сподвижников Геннадия Ивановича Невельского. Подробности смотри в дневнике Николая Васильевича Буссе, тоже участника в Амурской экспедиции. Остров Сахалин и экспедиция 1853-1854 годов. Затем в статье Геннадия Ивановича Невельского и Рудановского по поводу воспоминаний Николая Васильевича Бусса, вестник Европы, 1872 год, восьмой номер, и в записках самого Невельского. Майор Николай Васильевич Буссе, господин Нервный и Неуживчивый пишет, что обращения Невельского с подчиненными и дух бумаг его недовольно серьезны, а про Рудановского, что он тяжел, как подчиненный и несносный товарищ, и что Рудановский делал бестолковые замечания, а про Башняка, что он мечтатель и дитя. Когда Невельской медленно раскуривал свою трубку, то это его раздражало. Зимуя с Рудановским на Аниве и, будучи старше его чином, майор назойливо требовал от него чинопочитания и соблюдения всех правил субординации, и это в пустыне, почти с глазу на глаз, когда молодой человек весь был погружен в серьезную научную работу. Почти в середине полукруглый берег образует небольшую выемку, которая называется бухтою или губою лососей. И тут у этой губы находится Корсаковский пост, административный центр Южного округа. Нашу спутницу, жизнерадостную даму, ожидала приятная случайность. На Корсаковском рейде стоял пароход добровольного флота «Владивосток», только что пришедший из Камчатки, и на нем находился ее муж, офицер. Сколько по этому поводу было восклицаний, неудержимого смеха, суеты. Пост имеет с моря приличный вид городка, не сибирского, а какого-то особенного типа, который я не берусь назвать. Основан он был почти 40 лет назад, когда по южному берегу там и сям были разбросаны японские дома и сараи, и очень возможно, что это близкое соседство японских построек не обошлось без влияния на его внешность и должно было придать ей особые черты. Годом основания Корсаковского считается 1869 год, но это справедливо лишь по отношению к нему как к пункту ссыльной колонии. На самом же деле первый русский пост на берегу бухты Лососей был основан в 1853-54 годах. Лежит он в паде, которая и теперь носит японское название Хахка-Томари. Из моря видна только одна его главная улица, и кажется издали, что мостовая и два ряда домов круто спускаются вниз по берегу. Но это только в перспективе. На самом же деле подъем не так крут. Новые деревянные постройки лоснятся и отсвечивают на солнце, белеет церковь старой, простой и потому красивой архитектуры. На всех домах высокие шесты, вероятно, для флагов. И это придает городку неприятное выражение, как будто он ощетинился. Здесь так же, как и на северных рейдах, пароход останавливается в одной даже двух верстах от берега, и пристань имеется только для парового катера и барж. К нашему пароходу сначала подошел катер с чиновниками, и тут же же послышались разостные голоса. «Бой! Пиво! Бой! Рюмку коньяку!» Потом подошел вельбот. Гребли каторжные, наряженные матросами, и у руля сидел окружной начальник Белый, который, когда вельбот подходил к трапу, скомандовал по-военному. «Суши весла!» Через несколько минут я и господин Белый были уже знакомы. Вместе потом мы съехали на берег, и я обедал у него. Из разговора с ним я узнал, между прочим, что он только что вернулся на Владивостоке с берега Охотского моря, из так называемой «тарайки», где каторжные строят теперь дорогу. Квартира у него небольшая, но хорошая, барская. Он любит комфорт и хорошую кухню, и это заметно отражается на всем его округе. Разъезжая впоследствии по округу, я находил в надзирательских или станках не только ножи, вилки и рюмки, но даже чистые салфетки и сторожей, которые умеют варить вкусный суп. А главное, клопов и тараканов здесь не так безобразно много, как на Севере. По рассказу господина Белого, в «тарайке» на дорожных работах он жил в большой палатке, с комфортом, имел при себе повара и на досуге читал французские романы. И почти уже забыто то время, когда офицеры и чиновники, служившие на Южном Сахалине, терпели настоящую нужду. В 1876 году за пуд белой муки они платили 4 рубля, за бутылку водки 3 рубля, и свежего мяса никто почти никогда не видит, как было написано об этом в «Русском мире» 1877 года, в номере 7. О людях попроще и говорить нечего. Эти буквально бедствовали. Корреспондент Владивостока не дальше как 5 лет назад сообщал, что ни у кого не было полрюмки водки. Табак манджурский, то есть вроде нашей махорки, до 2 рублей 50 копеек за фунт. Поселенцы и некоторые надзиратели курили байховый и кирпичный чай. 1886 год, номер 22. По происхождению он малорос, по образованию бывший студент-юрист. Он молод, не старше 40 лет, а это возраст, кстати сказать, средний для сахалинского чиновника. Времена изменились. Теперь для русской каторги молодой чиновник более типичен, чем старый. И если бы, положим, художник изобразил, как наказывают плетьми бродягу, то на его картине место прежнего капитана Пропойцы, старика с синий багровым носом, занимал бы интеллигентный молодой человек в новеньком вице-мундире. Мы разговорились. Между тем наступил вечер, зажгли огонь. Я простился с гостеприимным господином Белым и отправился к секретарю полицейского управления, у которого мне была приготовлена квартира. Было темно и тихо. Море глухо шумело, и звездное небо хмурилось, как будто видело, что в природе готовится что-то недоброе. Когда я прошел всю главную улицу почти до моря, пароходы еще стояли на рейде, и когда я повернул направо, послышались голоса и громкий смех, и в темноте показались ярко освещенные окна, и стало похоже, будто я в захолустном городке осенью-ночью пробираюсь к клубу. Это была квартира секретаря. По ветхим скрипучим ступеням я поднялся на террасу и вошел в дом. В зале, точно боги на облаках, в табачном дыму и в тумане, какой бывает в трактирах и сырых помещениях, двигались военные и штатские. С одним из них, господином фон Ф., инспектором сельского хозяйства, я уже был знаком. Раньше мы встречались и в Александровске. С остальными же я теперь виделся впервые, хотя все они отнеслись к моему появлению с таким благодушием, как будто были знакомы со мною уже давно. Меня подвели к столу, я тоже должен был пить водку, то есть спирт, наполовину разведенный водой, и очень плохой коньяк. Есть жесткое мясо, которое жарил и подавал к столу ссыльно-каторжный хоменко, хохол с черными усами. Из посторонних, кроме меня, на этой вечеринке присутствовал также директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории Эдуард Васильевич Штеллинг, прибывший на Владивостоке из Камчатки и Охоцка, где он хлопотал об учреждении метеорологических станций. Тут же я познакомился с майором Ша, смотрителем Корсаковской сельно-каторжной тюрьмы, служившим раньше при генерале Грессере в петербургской полиции. Это высокий, полный мужчина с той солидную, импонирующей осанкой, какой мне до сих пор случалось наблюдать только у частных и участковых приставов. Рассказывая мне о своем коротком знакомстве со многими известными писателями в Петербурге, майор называл их просто «Миша», «Ваня», и, приглашая меня к себе завтракать и обедать, невзначай раза два сказал мне «ты». Майор Ша, надо отдать ему справедливость, относился с полным уважением к моей литературной профессии и все время, пока я жил в Корсаковске, всячески старался, чтобы мне не было скучно. Раньше, за несколько недель до моего приезда на юг, он также возился с англичанином Говардом, искателем приключений и тоже литератором, потерпевшим в Аниве крушение на японской джонке и потом написавшим «Порядочный вздор» об Айнцах в своей книге «The Life with Trans-Siberian Savages». Когда во втором часу ушли гости, и я лег в постель, послышался рев и свист. Это задул Норд-Ост. Значит, недаром с вечера хмурилось небо. Хоменко, придя со двора, доложил, что пароходы ушли, а между тем на море подняла сильная буря. «Ну, небось вернутся!» — сказал он и засмеялся. «Где им совладать?» В комнате стало холодно и сыро. Было, вероятно, не больше шести-семи градусов. Бедный Ф, секретарь полицейского управления, молодой человек, никак не мог уснуть от насморка и кашля. Капитан Ка, живший вместе с ним на одной квартире, тоже не спал. Он постучал из своей комнаты в стену и сказал мне, «Я получаю неделю. Не желаете ли?» Утром было холодно и в постели, и в комнате, и на дворе. Когда я вышел наружу, шел холодный дождь, и сильный ветер гнул деревья. Море ревело, а дождевые капли при особенно жестоких порывах ветра били в лицо и стучали по крышам, как мелкая дробь. Владивосток и Байкал в самом деле не совладали со штормом, вернулись и теперь стояли на рейде, и их покрывала мгла. Я прогулялся по улицам, по берегу около пристани. Трава была мокрая, с деревьев текло. На пристани около старушки лежит скелет молодого кита, когда-то счастливого, резвого, гулявшего на просторе северных морей. Теперь же белые кости богатыря лежали в грязи, и дождь точил их. Главная улица шассирована и содержится в порядке. На ней тротуары, фонари и деревья, и метет ее каждый день клейменный старик. Тут только присутственные места и квартиры чиновников, и нет ни одного дома, в котором жили бы ссыльные. Дома большей частью новые и приятные на вид, и нет той тяжкой казенщины, как, например, в Дуэ. Вообще же в Корсаковском посту, если говорить о всех его четырех улицах, старых построек больше, чем новых, и не редкость дома, построенные 20-30 лет назад. И старых зданий, и старожилов, среди служащих в Корсаковске, относительно больше, чем на севере. А это, быть может, значит, что здешний юг более располагает к оседлой и покойной жизни, чем оба северных округа. Здесь, как я заметил, и патриархальности больше, и люди консервативнее, и обычаи, даже дурные, держатся крепче. Так, в сравнении с севером, здесь чаще прибегают к телесным наказаниям, и бывает, что в один прием секут по 50 человек, и только на юге уцелел дурной обычай, введенный когда-то каким-то давно уже забытым полковником, а именно, когда вам, свободному человеку, встречается на улице или на берегу группа арестантов, то уже за 50 шагов вы слышите крик надзирателя «Смирно! Шапки давай!» И мимо вас проходят угрюмые люди с обнаженными головами и глядят на вас из-под лобья. Точно, если бы они сняли шапки не за 50, а за 20-30 шагов, то вы бы побили бы их палкой, как господин Зет или господин Н. Я жалею, что не застал в живых старейшего сахалинского офицера, штабс-капитана Шишмарева, который долготою дней своих и как старожил мог бы поспорить даже с Полевским Микрюковым. Он умер за несколько месяцев до моего приезда, и я видел только дом-особняк, в котором он жил. Поселился он на Сахалине еще в доисторические времена, когда не начиналась каторга, и это казалось до такой степени давно, что даже сочинили легенду о происхождении Сахалина, в которой имя этого офицера тесно связано с геологическими переворотами. Когда-то, в отдаленные времена, Сахалина не было вовсе. Но вдруг, вследствие вулканических причин, поднялась подводная скала выше уровня моря, и на ней сидели два существа – Сивуч и штабс-капитан Шишмарев. Говорят, что он ходил в вязаном сюртуке с погонами, и инородцев в казенных бумагах называл так «дикие обитатели лесов». Он принимал участие в нескольких экспедициях и, между прочим, плавал по тыме с Поляковым, и из описания экспедиции видно, что они поссорились. Жителей в Корсаковском посту 163. 93 – мужчин и 70 – женщин. А со свободными солдатами, их женами и детьми, и с арестантами, ночующими в тюрьме, наберется немного более тысячи. Хозяйств 56. Но это все хозяйства не деревенские, а скорее городские, мещанские. С сельскохозяйственной точки зрения они представляются совершенно ничтожными. Земли пахотные всего три десятины, а лугов, которыми пользуется также и тюрьма – восемнадцать десятин. Надо видеть, как тесно жмутся усадьбы одна к другой, и как живописно лепятся они по склонам и на дне оврага, образующего падь, чтобы понять, что тот, кто выбирал место для поста, вовсе не имел в виду, что тут, кроме солдат, будут еще жить сельские хозяева. На вопрос, чем они занимаются и чем живут, хозяева отвечали – работишка, торговляшка. Относительно сторонних заработков, как увидит ниже читатель, южный сахалинец поставлен далеко не в такое безвыходное положение, как северный. При желании он находит себе заработок, по крайней мере, в весенние и летние месяцы. Но корсаковцев это мало касается, так как на заработки они уходят очень редко, и, как исты и горожане, живут на неопределенные средства, неопределенные в смысле их случайности и непостоянства. Один живет на деньги, которые он привез с собой из России, и таких большинство. Другой – в писарях, третий – в дьячках, четвертый – держит лавочку, хотя по закону не имеет на это права. Пятый променивает арестантский хлам на японскую водку, которую продает, и прочее, и прочее. Женщины даже свободного состояния промышляют проституцией. Не составляет исключения даже одна привилегированная, про которую говорят, что она кончила в институте. Здесь меньше голода и холода, чем на севере. Каторжные, жены которых торгуют собой, курят турецкий табак по 50 копеек за четвертку, и потому здешняя проституция кажется более злокачественной, чем на севере, хотя не все ли равно. Семейно живут 41, причем 21 пара состоит в незаконном браке. Женщин свободного состояния только 10, то есть в 16 раз меньше, чем в Рыковском, и даже в 4 раза меньше, чем в такой щели, как Дуэ. Среди ссыльных в Корсаковске попадаются интересные личности. Упомяну о бессрочном каторжном Пищикове, преступление которого дало материал Глебу Ивановичу Успенскому для очерка «Один на один». Этот Пищиков засек на гайкой свою жену, интеллигентную женщину, беременную на девятом месяце, и истязание продолжалось 6 часов. Сделал он это из ревности к добрачной жизни жены. Во время последней войны она была увлечена пленным турком. Пищиков сам носил письма к этому турку, уговаривал его приходить на свидание и вообще помогал обеим сторонам. Потом, когда турок уехал, девушка полюбила Пищиков за его доброту. Пищиков женился на ней и имел от нее уже четырех детей, когда вдруг под сердцем завозилось тяжелое ревнивое чувство. Это высокий, худощавый человек, благообразный, с большой бородой. Он служит писарем в полицейском управлении и потому ходит в вольном платье, трудолюбив и очень вежлив и, судя по выражению, весь ушел в себя и замкнулся. Я был у него на квартире, но не застал его дома. Занимает он в избе небольшую комнату, у него аккуратная чистая постель, покрытая красным шерстяным одеялом, а около постели на стене в рамочке портрет какой-то дамы, вероятно, жены. Интересна также семья Жакомини. Отец, ходивший когда-то шкипером в Черном море, его жена и сын. Все трое в 1878 году были преданы в городе Николаеве военно-полевому суду за убийство и осуждены, как они сами уверяют, невинно. Старуха и сын уже отбыли каторгу, а старик Карп Николаевич 66 лет все еще каторжный. Они держат лавочку и в комнатах у них очень прилично, лучше даже, чем у новомихайловского богача Потемкина. Старики Жакомини шли на Сахалин сухим путем через Сибирь, а сын морем, и сын прибыл на место тремя годами раньше. Разница огромная. Если послушать старика, то становится страшно. Каких ужасов нагляделся и чего только он не вынес, пока его судили, мытарили по тюрьмам и потом три года тащили через Сибирь. На пути его дочь, девушка, которая пошла добровольно за отцом и матерью на каторгу, умерла от изнурения, а судно, которое везло его и старуху в Корсаковск около Мауки потерпело аварию. Старик рассказывает все это, а старуха плачет. Ну, да что, говорит старик, махнув рукой, значит, Богу так угодно. В культурном отношении Корсаковский пост заметно отстал от своих северных собратьей. Так в нем до сих пор еще нет телеграфа и метеорологической станции. Эдуард Васильевич Штеллинг при мне хлопотал об устройстве станции и в этом ему сильно помогал военный врач З.И. Корсаковский старожил и очень хороший человек. Но мне кажется, что станцию следует устроить не в Корсаковском посту, открытом для восточных ветров, а в каком-нибудь более центральном пункте округа, например, в селении Владимировки. Впрочем, на Южном Сахалине что ни место, то свой климат, и правильнее всего было бы учредить метеорологические наблюдательные пункты одновременно в нескольких местах у залива Буссе, в Корсаковске, Крильоне, Мауке, Владимировке, Найбуче и Тарайке. Это, конечно, нелегко, но и не так уж трудно. По-моему, для этого можно воспользоваться услугами грамотных ссыльных, которые, как показал уже опыт, скоро приучаются самостоятельно вести наблюдения, и нужен только человек, который взял бы на себя труд руководить ими. О климате Южного Сахалина мы можем судить пока лишь по отрывочным, случайным наблюдениям разных авторов, которые служили здесь или же, подобно мне, приезжали сюда ненадолго. По этим данным, в Корсаковском посту, если брать средние температуры, лето, осень и весна теплее, чем в Дуэ, почти на 2 градуса, а зима мягче почти на 5 градусов. Между тем, на той же Аниве, но только немного восточнее Корсаковского поста, в Муравьевском температура уже значительно ниже и скорее подходит к Дуэской, чем к Корсаковской. А на 88 верст севернее Корсаковского поста, в Найбучи, командир всадника утром 11 мая 1870 года записал 2 градуса мороза. Шел снег. Как видят читатели, здешний юг мало похож на юг. Зима здесь такая же суровая, как в Оланецкой губернии, а лето, как в Архангельске. Крузенштерн в половине мая видел на западном берегу Анивый снег. На севере Корсаковского округа, именно вкусунная, где добывает морскую капусту, наблюдалось в году 149 ненастных дней, а на юге в Муравьевском посту 130. Но тем не менее, все-таки в южном округе климат мягче, чем в обоих северных, и жить здесь поэтому должно быть легче. На юге среди зимы бывает оттепель, чего ни разу не наблюдали около Дуэ и Рыковского. Реки вскрываются раньше, и солнце выглядывает из-за облаков чаще. Корсаковская тюрьма занимает самое возвышенное место в посту и, вероятно, самое здоровое. Там, где главная улица упирается в тюремный забор, находятся ворота, очень скромные на вид, и что это не простые обывательские ворота, а вход в тюрьму видно только по надписи. Да потому еще, что каждый вечер тут толпятся каторжные, которых впускают в калитку поодиночке и при этом обыскивают. Тюремный двор расположен на наклонной плоскости, и уже с середины его, несмотря на забор и окружающие постройки, видны голубое море и далекий горизонт, и поэтому кажется, что здесь очень много воздуха. При осмотре тюрьмы прежде всего замечается стремление местной администрации к резкому обособлению каторжных от поселенцев. В Александровске тюремные мастерские и квартиры нескольких сот каторжных разбросаны по всему посту. Здесь же в тюремном дворе помещаются все мастерские и даже пожарный сарай, и жить вне тюрьмы за очень редкими исключениями не позволяется даже каторжным разряда исправляющихся. Здесь пост сам по себе, а тюрьма сама по себе, и можно долго прожить в посту и не заметить, что в конце улицы находится тюрьма. Казармы здесь старые, в камерах тяжелый воздух, отхожие места много хуже, чем в северных тюрьмах, хлебопекарня, темные карцеры для одиночного заключения, темные, без вентиляции, холодные. Я и сам несколько раз видел, как заключенные в них дрожали от холода и сырости. Здесь одно только лучше, чем на севере. Просторное, кандальное и кандальных сравнительно меньше. Чище всех живут в казармах бывшие моряки, они и одеты чище. Господину Белому удалось организовать из них искусную команду для работ на море. Старшим среди них считается каторжный Голицын, маленького роста с бакенами, любит пофилософствовать. Когда он сидит у руля и командует «Руби рангоут» или «Весла на воду», то делает это не без начальственной суровости. Несмотря на его почтенную наружность и старшинство, при мне его секли раза два три за пьянство и, кажется, за грубости. После него искуснейшим моряком считается каторжный Медведев, человек умный и отважный. Как-то японский кунсул господин Кузе возвращался из Тарайки. У руля был Медведев. Кроме них в Велеботе находился еще надзиратель. К вечеру засвежело, стало темно. Когда подплыли к Найбучи, то уже не было видно входа в реку Найбу. Пристать же прямо к берегу было опасно, и Медведев решил ночевать в море, несмотря на сильный шторм. Надзиратель хватил его поуху, господин Кузе строго приказывал держаться берега, но Медведев не слушался и упрямо уходил в море все дальше и дальше. Всю ночь штормовало, волны трепали лодку, и каждую минуту казалось, что они зальют или опрокинут ее. консул потом рассказывал мне, что это была ночь самая страшная в его жизни. Когда на рассвете Медведев пошел к устью речки, то все-таки на баре вельбут захлебнул воды. С тех пор господин Белый, отпуская кого-нибудь с Медведевым, всякий раз говорил, что бы он ни делал, пожалуйста, молчите и не протестуйте. В тюрьме обращают на себя также внимание два родных брата, бывшие персидские принцы, которых и по сие время в письмах, приходящих сюда из Персии, титулуют высочествами. Присланы они за убийство, совершенное ими на Кавказе. Ходят они по-персидски в высоких мерлушковых шапках, лобы наружу. Они еще в разряде испытуемых, и потому не имеет права иметь при себе деньги, и один из них жалобался, что ему не на что купить табаку, а от курения, ему кажется, кашель у него становится легче. Он клеит для канцелярии конверты довольно неуклюжие. Поглядевши на его работу, я сказал очень хорошо, и, по-видимому, эта похвала доставила бывшему принцу большое удовольствие. Писарем при тюрьме состоит каторжный Гейман, полный красивый брюнет, служивший когда-то околодочным в московской полиции и осужденный за растление. В тюрьме он следовал за мною по пятаме, когда я оглядывался, всякий раз почтительно снимал шапку. здешний палач носит фамилию Минаева. Он из купеческих сынов, человек еще молодой. В тот день, когда я его видел, он, по его словам, наказал розгами восемь человек. При мне в тюрьме ночевало только четыреста пятьдесят человек, все же остальные находились в командировке, главным образом, на дорожных работах. Всего в округе числилось каторжных тысяча двести пять. Здешний смотритель тюрьмы больше всего любит показывать приезжим пожарный обоз. Обоз в самом деле великолепен, и в этом отношении Корсаковск перещеголял многие большие города. Бочки, пожарные насосы, топоры в чехлах, все это игрушечно и блестит, точно приготовлено для выставки. Ударили тревогу, из всех мастерских тотчас же повыскакивали каторжные без шапок, без верхнего платья, одним словом, кто в чем был, в одну минуту впряглись и с громом покатили по главной улице к морю. Зрелище было эффектное, и майор Ша, творец этого образцового обоза, был очень доволен и все спрашивал, нравится ли мне. Жаль только, что вместе с молодыми впряглись и побежали также старики, которых следовало бы щадить, хотя бы ради их слабого здоровья. Читано по изданию Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Издание 2 Том 15 Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 год Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Установил